Друзья, привет! Расскажу сегодня о предполагаемой новой мобилизации, уже даже предварительные цифры появились, новый завод аналоговнетный посмотрим. Но начнем мы вот с чего. Ведущие в прямом эфире явно не ждали такого поворота. В Курганской области проходила выборная викторина, и одним из призов было чудо отечественного автопрома «Лада Нива». Ведущие определили победителя и начали пытаться дозваниваться до него, но то, что услышали в ответ, и казалось бы, при чем здесь Украина? Я направляю, вы сегодня стали победителем автомобиля! Да не может быть такого! Может быть, вы в прямом эфире? Как вас зовут? Ну, у вас же должен быть штрих-код. Какая вы скрытная! Мои коллеги не разглашают мне персональную информацию. Давайте вы нам представитесь, и мы сможем с вами поговорить. Или вы тоже думаете, что мы мошенники, как... Ну, да. Вы бандеры не добьете? Мы вас добьем. Ну, это не верят нам. И имя вы нам не хотите, говорит, представляться. Заходите в группу ВКонтакте «Весна в семью пришла». Ладно, хорошо. Я перезвоню вам. Хорошо, спасибо. Будем вас ждать. Ох уж этот бандера. Совсем закошмарил бедных патриотов, что теперь каждого звонка боятся. Кажется, я знаю, почему пересидент мобилкой не пользуется. Боится, что ему бандеровцы по ночам названивать будут. Его уж полвека как нет, но страх до сих пор неописуемый. Сын Кужугета посетил аналоговнетный завод, где фабы производят. Да, это те самые, которые бывают нештатно сходят на Белгород. Ну и давайте посмотрим, где же вторую армию мира вооружают. Уколо 10 тысяч. 30-миллиметровый осколочный субастный боеприпас. 3 миллиона по году делаем. 30-миллиметровый дальность. Гок 30. Знакомьтесь, это робот-сборщик ВА-12СЯ. С помощью специальных манипуляторов он довольно быстро и с нужным усилием легко закручивает гайки. Аналогов нет. Сейчас на ваших экранах технологичный современный чертежный стол, отвечающий всем стандартам науки и техники. А собран он из двух поддонов, но это просто стиль такой. Лохт. На закупку таких столов явно ляму в 20 было выделено. А вот это автоматическая конвейерная лента с кодовым названием «Тетя Зина». С помощью нейросетей, машинного зрения и божьей помощи происходит проверка и сортировка. А вот это вообще красота. Специальная технология хранения под открытым небом. Чтобы детеныши снарядов привыкали к окружающей среде и не боялись вылетать потом из стволов. Лежат так красиво и скрепно, как у жителей нефтегазовой дрова в поленницах. Где еще вы в мире увидите такое производство? Вот именно. Бойся НАТО. Трепещи же, войско Тугарское. Тетя Зина и дядя Вася уже включили вторую, повышенную. Песков здесь неожиданно признался. Видимо, после празднования так называемых выборов отошел. И открыто заявил, что Россия, оказывается, находится в состоянии войны. Цитата. Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция. Но как только там образовалась эта компашка... Впрочем, слушайте сами. В сути, после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция для Юра. Но, но де-факто, фактически, для нас это превратилось в войну, после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт. Дмитрий Сергеевич, но при этом многие люди в России осуждены за аппликацию пацифистских лозунгов именно словосочетания войны. Это совершенно... это неуместное сравнение, потому что там иной контекст. А что вы имеете в виду, какой иной контекст? Ну, потому что это в разном контексте слово «война» употребляется. И здесь это абсолютно... вы просто сравните, какой контекст у меня и какой контекст в тех случаях, которые вы приводите. Также Песков добавил, что, цитирую, «Территория четырех новых субъектов Федерации является де-факто оккупированной киевским режимом». Да и вообще, Украина оккупирована Киевом. Это же все знают. Приехал Ленин, создал Украину, заставил украинца выкопать Черное море. А потом приехал Киев с Зеленским, и они там все быстренько захапали. С логикой у Пескова все в полном порядке. Ну и продолжая логическую цепочку, Москва оккупирована москвичами, Омск – амичами, Якутск – якутами, ахакаси – ахакасами. Ну а вот Париж оккупирован Лизой Песковой, которая оттуда не вылезает. А вот озеро Кома в Италии, как известно, оккупировал Соловьёб. Ждите нас, хрюнцузы, ждите, недолго осталось. Скоро придём. И я понял, что вот такие… Но мне сначала надо через Берлин. Альбов? А через Кома? Не-не, сначала Берлин, потом Париж, а потом Кома. Ну а как же? Что же я за еврей, если свою собственность так просто возьму и оставлю? Нет, нет, нет. Всё вернуть придётся. Соловьёб за два года очень соскучился по оккупированной им территории. Соскучился Володя по жаркому итальянскому Солнцу. Через Берлин туда хочет. Солнце он, конечно, увидит. Что итальянское, не факт. Но добираться будет не через Берлин, а с пересадкой в Гааге. Хана тебе, Вова! Сын Кужугета сразу после так называемых выборов объявил об увеличении армии. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего продолжается поступательное развитие вооружённых сил России и повышение их боевых возможностей. Сформированный армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров-флотилий. До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Продолжен совершенствование боевого численного состава российской армии с размерно возникшим угрозам военной безопасности страны. Создание вот этих двух общевойсковых армий и 30 соединений, которые анонсировал сын Кужугета, потребует вовлечения в вооружённые силы порядка 200 тысяч человек и даже больше. Об этом заявил военный эксперт Юрий Федотов. Мало того, нежелательные, конечно же, издания, признанные иноагентами. Со ссылками на свои источники сообщают, что всё уже готово ко второй волне мобилизации, о том, что планируется начать массовый набор войска. По сути, всё к тому идёт. Возможно, это будет идти немного по другому сценарию, но тем не менее. И по данным источников из Кремля и Минобороны, опять же, на которые ссылается издание Вёрстка в данном случае, иноагента, естественно. Минобороны нужно ещё 300 тысяч человек для, как они пишут, окружения Харькова. В нескольких военкоматах Москвы изданию подтвердили, что занимаются подготовкой броней от мобилизации. И, возможно, сейчас это кажется какими-то вбросами. Ровно то же самое было накануне предыдущей мобилизации. Тогда тоже были эти якобы вбросы, но тем не менее, как говорится, дыма без огня не бывает. Так называемый военкор, доброволец с позывным 13-й, также подтверждает, что новая волна мобилизации не за горами. А фраза про речную флотилию означает только одно, что Днепр всё-таки придётся форсировать. И, если честно, если честно, мне самому от этой мысли просто не по себе. Потому что, видя, какие решения принимаются, какие указания даются, я просто слов нет. Совсем забыл сказать о своих любимых цифрах. Я же цифры люблю. И цифры говорят, знаете, что мобилизация скоро будет. Не знаю, только последний кретин это не понимает. А ещё цифры говорят, что у нас на сегодняшний день по официальным заявлениям в зоне СВО задействовано 617 тысяч военнослужащих. Если мы откроем историю, то увидим, что в операции по форсированию Днепра в советские годы во время Великой Отечественной войны было задействовано 2 миллиона 700 тысяч военнослужащих. Можно, да, себе в голове представить. Плюс ещё напряжение там на северных границах. Ебнёшься, что нас всех ждёт, вы просто. Но хрен, это однозначно. Но какой ценой? Вот тут вопрос. Ну и что скажете? Нужны здесь какие-то дополнительные комментарии или так всё понятно? Раз сейчас идёт такая подготовка, значит, что-то начинается и это что-то приведёт, возможно, к такому, чего до этого мы не видели. Хотелось бы, видите ли, сказать побольше. Но, как сказал Песков, здесь вопрос же контекста. Так что говорили мы, что после так называемых выборов начнётся ещё большая жесть. Зет-патриота не верили. Ну а теперь, господа зет-патриоты, готовьтесь. Ну и должны быть хорошие новости. При всём при том, что сейчас происходит, в стране остаются здравомыслящие люди. И вот она, бабушка из Хабаровска, высказала всё, что думала, открыто. В эти выборы я не верю, потому что, видать, очередь были против, за надеждой намного выходили. Но почему-то эти кандидатуры даже не допустили до выборов. А мы шли на выборы, у нас не было выбора. Нам некого было выбирать. Я это не боюсь говорить. Я знаю, что у нас много политзаключённых, и могут за это осудить. Но надо же нам свои права отстаивать. Как ваша реакция на то, что у нас Путин одержал 87%? Это неправда. Я вот в интернете вижу, там идут досрочные вот эти вот голосования. Там он набирает, ну, 20%. А в основном или не идут на выборы, против выборов, или вообще не идут люди, 80%. Вот в это я верю. И сколько он нас обманывал. Из-за реформы, из-за не будет Конституцию вот эту менять. Это всё вот это вот на глазах прям броньёдно. Следующие выборы будут в 30-м году. Не доживём. Мне уже вот скоро 70. И я думаю, дожить бы как бы на этих выборах. На этих выборах, я думаю, уже не пройдёт Путин. Потому, мне кажется, люди прозреют. Я вот смотрю, вот здесь вот выходили, это фургаловцы, люди безобидные, бабушки, дедушки, так их в экстремисты или как это записали. Думаете, будут какие-то изменения за эти 6 лет? Я думаю, может, люди всё-таки не будут долго терпеть. Ну, может, как говорят многие, что нашему правительству не повезло с народом. Его так много, он так многого хочет, как вы думаете? Ой, раньше было так, съезды созвали, рабочие там были, наука была. А сейчас кто там в правительстве? Спортсмены, значит, артисты. Что они могут решить? Ничего не решается. Нам надо, чтобы экономику поднимали. Шли экономисты туда. Это, ну, кромотные люди. Оказывается, даже пожилых людей можно спасти, если просто-напросто провести им интернет. Кстати говоря, из положительных новостей, ещё год назад провели интернет дорогому человеку, и его мнение о происходящем тоже очень резко поменялось. И, скорее всего, этот человек сейчас меня слушает и наверняка улыбнётся. Ну и из того же прекрасного Хабаровска, откуда вот эта замечательная бабушка, посмотрите, какие новые технологии доставки еды. Доставщики перешли на новый уровень. Современные проблемы требуют современных решений. А я не прощаюсь.